Столкновение Режиссер Дэвид Уинтер однажды сказал, что намеренно перенес историю шекспировских семей Мантекки и Капулетти из «Ромео и Джульетта» в 80-е в среду враждующих молодежных группировок. Это блистательный во всех отношениях спортивно-молодежный фильм. Солнечная Калифорния, много драйва и бодрой музыки, просто потрясающе снятые трюки и гонки на скейтбордах. В начале 90-х этот фильм прошел в кинотеатрах молодой России. Но кинолента была задавлена индийским трэшем, на вершине которого сидел Митхун Чикраборти. И пока 90% публики умывались слезами, которые выдавливали из них индийские кинематографисты, оставшиеся 10%, которые все же посмотрели этот фильм, ломали руки и ноги. Получали ушибы, но в конечном итоге осваивали доску на четырех колесиках. В фильме приняли участие легенды скейтборда. Тони Альва, Стив Кабальеро, Тони Хоук и другие. Засветились в фильме, уже ставшей известными к тому времени, Red Hot Chili Papers. Первоначально на роль главного героя пробовался Джонни Депп, который после дебюта в «Кошмаре на улице Вяза» в 1984 года стал стремительно набирать обороты. Как обычно, что-то не завладилось, и роль отдали старение Джошу Бролину. И не зря, фильм от этого только выиграл. Даже несмотря на то, что Джоша очень много дублировали в этой киноленте профессиональные спортсмены. Засветилась в киноленте и будущая кинозвезда Шерлин Фен. Этот фильм буквально наполнен драйвом и духом бунтарства 80-х. Редактор субтитров А.Семкин